Привет, мои хорошие. Поправить покрывала. Толя мне тут лежал за собой, не поправляй. Ой, сейчас расскажу вам чего. Я же вам рассказывала, письмо пришло. Не на моё имя, а типа там на мой адрес. Ой, вчера не выдержала. Ну, не выдержала, я правильно сделала. В Сбербанк ходила. Таше письмо пришло от Сбера. Ну, девушка мне ничего там не смогла сказать, поглядела. Она говорит, вы не переживайте, бывает ошибочно. Хотите, гад, позвоните на Сбербанк по номеру. Я туда позвонила по номеру. Знаете, какой номер у Сбербанка. Тоже толком, конечно, ничего не сказали, но типа, гад, ошибочно. Скорее всего, гад, вам пришло. Говорю, ну, вы можете посмотреть? Он говорит, я не могу гад, посмотреть. Говорю, ну, я всё равно успокоилась. Я всё равно повнимательнее его прочитала. Там под залог она взяла, я так поняла, ипотеку. И заложена квартира. Ну, в которой заложена квартира, там вообще не мой адрес. Это московский адрес. Говорю, ну, наверное, правда, ошиблись, успокоились. Так что вот так. Сейчас всё, сижу, оделась, жду. Толян своего, он отъехал, вон там, рабочая машина, что-то на трубку поменять. Что-то там, я не понимаю в этом. Поедем с ним, ребят, на рынок. Я хочу карпа. И поеду я к той мадам опять. Но я у неё всегда покупаю карпа. У меня тут уже хитрая такая страхедия. Как её назвать? Страхедия, страхедия. Ну, вы меня поняли, да, мои шладкие? Ничего я говорить не буду. Куплю карпа. Пойду на контрольные весы. Вот. Естественно, она опять обдурит. Если человек, который обманывает, он обманывает. Ну, и тогда вернусь. И разнесу её по полной. Жалко, конечно, что не могу снять. Потому что, насколько я знаю, ну, как? Нельзя людей снимать. Они же не дают своё согласие на это. Это кто даёт согласие, там снял. Бывает, конечно, иногда в кадр попадает. Ну, там мельком прошли. А чисто специально, конечно, нельзя это сделать. Вот. Короче, еду за картом, ребята. Вас возьму с собой. Если будет возможность что-то поснимать, буду снимать. Ну, а если народу много, навряд ли получше снимать. Мало того, людей нельзя снимать. Да я ещё. Как на людях ещё не привыкши ходить с камерой. Не знаю, почему уже давно бы пора привыкнуть, а я всё никак. Думаю, ещё сальто нам купить. Ну, посмотрим поход пьесы. Мамку позвала. Был согласился ехать. Потом передумала. Едем. Короче, я и Толик. Так что вот так. Пока вот такие новости. Сейчас дождусь Толика. И поедем. Вы, конечно, со мной поедете. На улице снег. Сыпят вчера. Дождь был. Это просто кошмар. А я вчера в банк ходила. Я не ходила. У меня сын. Хорошо сына отвозил. Своим выходом я бы и утонула. Там лужаки. У подъезда у нас вообще лёд живой. Хорошо, как у нас забор у подъезда. И вот держалась за забор и шла. Чтобы не упасть. Лужи – ужас. Ну, съездила. Узнал, конечно, чуть-чуть. О, а вот и Толик на помине. Звонит. Муж звонил. Приказал мне, яхот. Давай, одевайтесь потихоньку. Я,хот, уже выезжаю. Муж сработает. Он тут рядышком их варил. Слушаюсь, товарищ командир. Так что, мои шладкие. Всё. Я пошла дальше одеваться. Вы со мной. Не уходите от меня. Едем вместе. Люблю вас, мои холюшки. Вышли на улице. Знаете, ребята, где? Не знаю, на камеру как видно. Видно, ветер такой сильный. Потому что я вышла рано. Теперь ждать моего ненаглядного, когда подъезжу. Короче, что? Ой, как холодно, кстати. Ну, когда ветер, всегда холодно. Так что, что, сейчас подъедем, поедем с ним на рынок. Еду, как королева. Прям подъехал муженёк мой. И мне говорит, такси подано. Говорю, ну, королева готова. Смеёмся. Говорю, чего, говорю, Тольчик. Едем тётку, говорю, ловить с поличным. С карпантом-то, да, Тольчик? Будем ловить её. Долгим, долгим. А то, ишь, живёт как. Людей обманывает. Ладно я, у меня муж хоть деньги принесёт за работу. Это какая-нибудь бабулька. Пенсию, которую получает, там, может, две копейки. Решил рыбки купить, покушать. Так она её обманет. У таких людей, я думаю, ни стыда, ни совести нету. Им до лампочки кого обманывать. Метёт, конечно, ну, ничего, сейчас потихонечку доедем. Ну, здесь поменьше как-то снега. У нас во дворе, да, вообще-то метёт. Ну, у нас он двор такой, вечный ветер. Здрасте, какой. Вот погода. Вчера дождь, сегодня морозец и снег. Бедные люди, кто страдает давлением. Я представляю, как это тяжело переносить такую погоду. Ну, опять же, как говорят, у природы нет плохой погоды. Ладно, а то я ля-ля-ля, ля-ля-ля. Короче, мы едем. Вы с нами. Ну, купил карпа в той же точке, но там была другая женщина. Я сейчас ей рассказала. Она сама, конечно, в шоке. Я говорю, смотрите, вы не обмануете. Не обманите. Нет, нет, сейчас и вес скажу, и можете сходить перевесить. Я говорю, ну, хорошо. Вот, тогда за сколько я взяла одного карты-то? Пятьсот с чем-то, да? Сейчас двух взяла. Размер такой же. Шестьсот рублей. Говорю, круто. Пойду ещё сейчас зайду в пряников, а потом в рынок пойду сам. Хочу печенье купить. Посмотреть, какие-нибудь вкусняшки. Ой, на контрольные весы пришла. Контрольные. Давай мне рыбку ставь. Намахала. Кило девяносто. Кило девятьсот. Ой, ну да, кило девятьсот. На сто чем-то грамм. Отдалили. Ну, казалось, объясню. Ой, не вижу. Два с половиной. Правильно? Подожди, я что-то не пойму. Бесы. Кстати. Два с половиной. А, подожди, вот. Килограмм. Вот, два пятьсот. Два с половиной килограмма. Ну да. Ты нам карту неправильно посмотреть. Ну-ка еще раз. Поставь карту. Что-то неправильно мы нам глянули. Ну как неправильно-то. Правильно, вот. Два сто. Где два сто? Вот, два килограмма. Вот сто. Ну не сто же грамм. Ну понял. Сюда клянули. Наш, женщина, это не обманула. А то сейчас пошла в посольство. Правильно, правильно. У нас на рынке магазинчик низких цен. Поэтому, короче, решили что-нибудь посмотреть. Хочу какой-нибудь, знаете что, халатик. А то вся поизносилась. Сейчас я что-нибудь поищу. Не хочу. Платьюшка. Какой цель это. Сейчас что-нибудь себе куплю. Так, какой размер-то. Так. 52. Сейчас возьму. Будут модные, нарядные. Детки. Кляньте, платья-то хороша. Прям хоть замуж выходи. Сейчас куплю. Свои деньги-то. Это прям на выход. На выход. Только на выход. Ребята, я дома. Но купили вообще-то. Что я купила на рынке? Два карпа. При вас, видите, взвесело. Все верно. Даже на контрольных весах было чуть больше. Сейчас я сразу брошу. Врага. Сначала не хотела. Я ничего говорить в плане... Хотела поймать с поличным. А потом стою, говорю, по-моему, не эта женщина. Ну и взяла, сказала. Говорю, вот покупала. Говорю, у вас. Говорю, я всегда здесь беру. С одного карпа, говорю, обманули. Аж на сто тридцать семь рублей, я сказала. Но я помню, что три сто тридцать с чем-то. Она стоит так, смотрит на меня. Она говорит, а вы точно меня брали? Говорю, в этой точке. Она говорит, мы меняемся. Я пригляделась, говорю, не, не у вас, в другой брала. Она говорит, я вас не обману. Короче, она вот молодец, умница. Сало купила. За бесплатно. Причем на пятьсот рублей купила три кусочка сала. Домашняя шкурка, мягкая. Ну, такой тоненький, не грузинка, а просто сальца. Ну, за такие деньги чего не взять. Ох, тут рвать надо пакет. Хочу сальце посолить в рассоле, ребят. Давно сало не ела. Блин, нет сил у меня. Пакет разорвать. Вот такой, сейчас вам покажу. Вот видите, тоненькая. Тут три кусочка у меня. Нормально. Она говорит, свое хозяйство. Ну, я верю, надо людям верить. Так, руки. Надо мне. Ох, шалфетка. Гляньте, поставила телефон я. Без штатива. И меня видно, гляньте, из дома видно. До меня что дошло-то. Гляньте, дай попробую. Без штатива-то еще даже удобнее. Заехали в пятерочку. Короче, сало 500 рублей, рыба 600 рублей. Это я потратила на рынке. Это получается 1100. Пятерочка. Овсяный печенье хотел на рынке купить, но там столько народ было. Я не стала, заехали в пятерочку взяла. Хлебушек себе взяла. Не знаю, я такой не была, не была, не брала ни разу. Какую-то гастрономическую коллекцию. Хлеб, торту. Вот такой вот хлебушек. Я опять безочек. Селедочку взяла. Ой, слепая. Вроде 300 грамм было написано. На чеке было написано. Толик, пожалуйста, в тумбочке, на нижней полке принеси очки, а. Та-та-та-та-та-та-та-та. Ну, не взяла. Не взяла. Ладно, не бухти. С цепью собачьей к шее привяжу. Видите, вы за него заступаетесь. Некоторые заступаются. Он мне собрал сачки на цепь собачью. Мне к шее привязать. Засопнется. Вы его просто не знаете. Он знаете какой? Это вот Толику взяла. Кодовый хлебушек. Точнее, он сам его взял. О, спасибо, рыба моя. Нет. Это мне, как, попить себе возьми. А то, скажешь, попить не купила. Минералочку взяла. Тропические фрукты. Ой, так что. Ах, вот же прям. Такой обзорчик, чтобы я была идеальной. Толечке баночек пива взял себе. Ну, разве можно мужику отказывать? Я бы тоже, может, пиво попила бы, не отказалась. Ну, сейчас не пью, ребята. А это разве пиво? Ты уверен, что ты пиво купил? Я даже не знаю, что это. Это. Самогон. О, ну, гооо, чек. Под видом пива. Видите, какой мужик у меня. И молочко взяла. Молоко. Два пакета. Как же мне вот ставить-то? О. Такая деловая. Два пакетика молока. О, так. Часочки. Зачитаю вам магнитовский чек. О, самое даже интересное. Чего-чего, почем. Так-с. Надо очки протереть уже грязные. Что тут? Напиток этот. Липецкая. Пятьдесят девять рублей. Молоко. Пятьдесят девять рублей. Так. А, пиво точно он взял. Сорок девять рублей. Чего-то ты прям пиво тебе подешевший взял. И сэкономил. Сэкономил. Молодец. Так, сельдь. Правильно. Триста грамм в ней. Сто тридцать девять рублей. Хлеб. Торту. Пятьдесят один рубль. Печенье овсяное. Пятьдесят четыре. И подовый хлеб. Пятьдесят шесть. Ну, там девяносто девять копеек было. Я не стала вам это озвучивать. Итого. Итого. Пятьсот тридцать три рубля. Пожалуйста. Отчет. Ребята, отчет. Веду отчет. Ну. И купили обновку. Я, значит, мы с ним, как с Толяном, решили. Я себе платье модное, нарядное взяла. Замуж пойду. Наряжусь. Будет такая моднющая. Взяла аж два платьишка. Ну, как. Халатик, платьишка. Так, сейчас, девчонки, вот так сделаю. Чтобы не здесь. О, как-то, как-то. О. 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 Хочу, чтобы красиво было. По четыреста рублей. Ну, чего не взять-то? А то я такая в одном халате, в одном халате. Аж стыдно уже влоги снимать. Вот такое взяла расцветочка. Представляете, какая толстая? Пятьдесят второй размер. Ну, мой муж говорит, хорошим человеком должно быть много. То, как я возьмусь за тебя, аж сердце радуется. А то бы, как, маслы бнял. Нафиг, как, надо. Как, будь толстым и красивым. И вот такую расцветочку взяла. В этих платьях пойду, короче, мужика себе искать. А только себе купил. Я пойду бабенку себе искать. Сейчас покажу все. Взяли мы сапожки. Ну, такие обычные. Дудик, видать, какая у моего мужа нога. Говорят, какая нога, такой и младший этот. Знаете что? Девки, я шутница. Адидас взял. Нехухрый-мухрый. Полторы тысячи стоит. Вот этот магазин у нас на рынке. Там подвальчики. Очень дешевые цены. Вот видно? Вот. Думаю, вам видно. Полторы тысячи. Талатик 40 рублей. Ну, это... Вы представляете, муж, что у меня урод. У него ноги разные. Одна правая, другая левая. Это вот левая нога у него. То же самое. Двое сапог. Ё-моё. Шутница я. Так, носки с ним взяли еще. Трое носок теплых. Вот за три пары 100 рублей. Где такие цены? Мне кажется, нет сейчас таких цен. Ну, а это он тебе купил жениться. Где? Вот пойду к депке-то другой. Трусишки взяли ему. Ну, показать, не показать. 150 рублей стоят трусики, конечно. Вот так покажу. Такие прям приятненькие на тело. Вот такие. Такой цвет. Вот такой цвет. Это 150 рублей одни трусики. Трое. Зачем тебе трое трусов? У тебя, я говорю, что три задницы. А он уже желтый говорит. Да, три. И вот такие расцветочка. Короче, он меня общеголял. Я только два платья по 400 рублей. Ну, одно. А он и труханы, и носки. И ядрен-батон, эти, сапоги. Все. Все мои покупки. Это я отдала. Хотела чек посмотреть. Он у меня в этом. В кошельке. Ну, я помню, сколько модель. 2 800, да, Толик? Или сколько? Полторы тысячи плюс 800 рублей. Это будет 2 300, правильно? По 150, ой, я так считаю. 2 300, носки 2 400, и еще 450. Да, правильно, 2 850. Что, представляете, на 2 850 мы такие модные, нарядные. Говорю, один направо пойдет, другой налево пойдет. Прям вообще. Молодцы мы с ним. Молодцы. Я довольна покупочками. Ну, вот эти платья, я прям еще куплю такие халатики летом. Я вообще вот люблю халаты, чтобы ни молнии не было, ни пуговичек. Я говорю, вот этот, в каком я снимаю постоянно, черный. Я его у себя не снимаю. Но мне вот прям удобно, комфортно. Это, ну, то же самое. Только я черный, по-моему, брала даже в светофоре. А это здесь взяла. Не знаю, насколько хватит. Может быть, сядет ткань. Может быть, побледнеет. Ну, в плане качества, да, там, стираешь, когда бледнеет. Ну, это взять для дома, что нам. Ну, прям сапожки за полторы тысячи хорошие. Говорю, возьми сапоги-то. Ему на работу. Говорю, возьмешь ему кроссовки, брусь в машину. Чего, в сапожках дошел, когда мороз-то. А в машине переобулся и наяривает. Только на педали жми. Вот так вот. Сейчас опять, там, соседка своя разговаривала. Там, киоск заходила за сигаретами. Та-та-та-та-та-та. Говорю, сейчас мой придет. Скажет, все так долго. Только с ней проговорили. Вот он. Тебе что тут? Весь киоск скупаешь? Когда с ней смеяться? Так, он, проговорили про нашу тяжелую жизнь. Про тараканов. Она бедно тоже борется, борется. Вот мне девочка написала. Картошка, борная кислота, яйцо. Я так делала. Но я делала без картошки. Первое время, да, реально помогло. Брать не буду. Вот эти карточки, они у меня лежат тоже. А сейчас или они адаптировались, им, короче, все равно. И она вот тоже, она уже просто измучилась. И вот я тоже говорю, без картошки еще. Ну, вот, борная кислота, картошка, яйцо. Она говорит, я делала. Не помогло мне. Говорю, ну, короче, вот так вот. Поговорили, посмеялись. Сейчас, ребята, буду карпы чистить. Сальце засолю в рассоле. Сало прям вообще не обмануло. Я даже не предупреждала женщину. Оно по 250 было, она мне за 200 отдала. Ну, шкурку он прям брала, аж вот так оттирался. Мягкий, можно взять и широкое сало. Но оно будет как резину жевать. Это тоненькое, но оно прям такое. Ну, надеюсь, будет вкусное. За 200 рублей, ну, раз в деньги, килограмм сала 200 рублей. Колбаса дорожная. В колбасе там мама не горюй, чего только нету. Короче, дел много. Карпы почистить, сальце посолить. Сейчас буду заниматься делами. А вас, мои хорошие, очень люблю. Спасибо вам, что вы у меня есть. И, конечно, до новых встреч. Пока-пока.